Что касается событий в Турции, то они были для меня в чем-то ожидаемы, потому что та система ценностей, которую проповедует сегодняшнее руководство во главе с Эрдоганом, она предполагает определенную традиционность, она предполагает определенные нравственные ценности, основанные на исламе. В то же время, вступив в НАТО, пытаясь лезть в атлантическую цивилизацию, Турция взяла на себя обязательство, что ее ценности, вот эти атлантические, будут и для Турции таковыми. И внутренний конфликт нравственности на территории Турции был неизбежен, он только приобрел форму столкновения между светским и религиозным подходом. И вот здесь, правда, если хотите, ну, наверное, посредине, потому что в Соединенных Штатах Америки убежден не очень довольны режимом Эрдогана и самостоятельностью Турции. Вспомните, после агрессии Грузии против Абхазии и Южной Осетии в 2008 году блиц-визит Эрдогана в Москву во многом смягчил международную ситуацию, а американцы такой самодеятельности не прощают. Поэтому аналогии с Россией, наверное, тоже уместны, потому что в России сегодня тоже традиционные ценности противостоят вот этим завезенным псевдоценностям атлантического характера. Вот эти экстремистские либералы, которые у нас контролируют сегодня экономику, хотели бы не только легализовать гей-парады, но хотели бы действительно вытеснить православную культуру куда-то на обочину. И этот конфликт неизбежен. Спасибо.